Применение функции к своему аргументу в Haskell записывается следующим образом. Слева стоит функция, справа стоит оператор и между ними значок пробела. Значок пробела в этой ситуации может рассматриваться как некоторый специальный оператор. Более того, мы можем этот оператор определить каким-то другим образом и таким образом записывать применение функции как функция, оператор и аргумент этой функции. Давайте посмотрим, как это делается. Определим следующий оператор. f это функция, обозначим оператор, про который мы говорим, как доллар и ее аргумент. Это стандартное определение бинарного оператора. Тело этого бинарного оператора будет выглядеть следующим образом. Функция f, примененная к аргументу x. Вот такая конструкция позволяет нам писать применение функции не через пробел, а через значок доллара. На самом деле, такой оператор определен в стандартной библиотеке, поэтому мы сразу им воспользуемся. Например, мы можем вычислить синус нуля в синтаксисе с пробелом, но также можем вычислить синус нуля в синтаксисе с оператором доллар. Это два совершенно эквивалентных выражения, просто в соответствии с определением этого оператора. Кажется, что этот оператор совершенно бессмысленный и представляет собой некоторую синтаксическую избыточность. Однако, у этого оператора имеется низкий, самый низкий из возможных, нулевой приоритет. Это позволяет использовать этот оператор с той целью, чтобы избавиться от избыточных скобок. Действительно, давайте попытаемся вычислить синус угла в π пополам. Для того, чтобы вычислить этот синус, нам приходится использовать круглые скобки, потому что иначе, если бы круглых скобок не было, сначала бы вычислялся синус π, а потом происходило деление на два. Однако, используя оператор применения с низким приоритетом, оператор доллар, мы можем снизить приоритет применения вот того самого пробела, который у нас здесь присутствует. И таким образом, вот такое вот выражение делает ровно то, что нам нужно. Вычисляет синус угла π пополам. Более того, этому оператору присвоена правая ассоциативность. Поэтому, даже в более сложных случаях, он позбавляет избавиться от скобок. Давайте я продемонстрирую вам соответствующий пример. Представьте, что у нас есть вот произвольные f, g, h, x и y. Произвольные функции f, g, h и некоторые произвольные параметры x, y. Мы видим, что здесь у нас стоит группирующая скобка, то есть, значит, g это функция двух аргументов, применяющаяся к x и к h, y. И к результату вычисления этой функции мы должны применить функцию f. Но оператор доллар позволяет снимать такого рода скобки. Вот эти вот внешние скобки в нашем выражении, они могут быть сняты с помощью оператора доллара. Дальше мы смотрим опять на внутреннее выражение, которое здесь присутствует. g, x, примененное к h, y. Мы видим, что вот эти скобки тоже могли бы быть сняты с помощью оператора доллара. И мы действительно их снимаем по тем же самым соображениям, сказав, что сначала должен быть вычислен h от y, а потом применен оператор доллара. Теперь у нас возникает цепочка применения оператора доллара. И вот то, что оператор применения с низким приоритетом объявлен правоассоциативным, как раз приводит к тому, что такое выражение полностью эквивалентно такому и полностью эквивалентно такому. То есть право и ассоциативность говорит, что мы должны расставить скобочки соответствующим образом вправо. То есть производить группировку применения оператора доллара. Сначала вычислять вот это подворожение, а потом уже вычислять внешнее выражение. Это ровно то, что нам и надо в этой ситуации. Оператор применения с низким приоритетом, оператор доллар, довольно часто используется и в стандартной библиотеке Haskell, и многими программистами на этом языке, для того, чтобы избавиться от избыточных скобок. Это фактически некоторое замещение скобок для группировки различного рода сложных выражений.